Извините, кто нарушает самоизоляцию, выносите штраф. Причал это место, где причаливают корабли. Вы хотели экшен? Вы его получили! Дорогие друзья, мы с Андреем на карантине. Сейчас будет у нас социальный опыт. Я расскажу сразу же для особо одаренных. Вчера вышло постановление, что в Красноярске мы разрешили ездить на дачу. А, можно ездить? А вот кто на дачах сидит, тем, конечно, хорошо. Ты же живешь в человейнике? Да, в муравейнике. Человейнике. Первая рыбка моя! Первая рыбка моя! А вторая моя! А вторая моя! У меня курс молодого рыбака сегодня. Андрюха на покатухе меня обучает. В общем, сейчас я закинул. Я кепку не взял, морда обгорит, наверное. Вот у него проблемы с мордой могут быть. С мордой. А у меня какие могут быть проблемы? Смотрите, как вода бурлит. Очень красиво. И опасно. Так, ну тут прям удобная рыбалка. Лакшери. Слушай, ну я не ожидал, что тут будет прям вот так. Даже не надо держать рукой ничего. Вот коряги, бревна, видишь? Вот здесь вот щупы есть. Вот хариус, кстати. Вот в середине воды. Ну вот коряжник какой-то лежал. Ну-ну-ну. Но у нас еще глубоко, видишь? 10 метров почти. А вот место, где я в прошлый раз рыбачил. Вот мы вот сюда вот пойдем. И будем вот здесь ходить. Сейчас глубина уменьшится до 5 метров. Появится хариус и будет самый клёв. Кембрик. Кембрик, да? Да. Ребята, я поймал рыбку. Угадал я с кембриком. А это почему? Потому что я песню пел. Первая рыбка моя. Да, песню пел хорошо. Аж мужики на ту берегу уехали. Короче, смотри. У нас есть по законодательству норма по хариусу. 23 сантиметра. Вот она здесь сделана. А, да? Да. Мы прикладываем вот так вот. Приложили. Да. 23. И не по концу, а по началу лучевого плавника. Видишь? 22 сантиметра. Не хватает. Поэтому отпускаем. Проходим рядом ювелирная работа. Ювелирная капитана. Штурмана. Да, штурмана. Точно. Опасно. Вот тут самая рыба. Вот здесь, да? Эх, порт родимый, любимый. Сколько я тебе лет отдал. Дудинки. А сколько, сколько? Полгода я работал. Докером, механизатором. Да, работаю идиота. Говорят, гарантируй. Да, работают. Никаких карантинов. У меня произошел зацеп. И Андрюха мне меняет тирольку. Вырвало тирольку и две мухи. Одну муху и один кембрик. Вообще рыбалка считается довольно-таки дорогой. Ну да. Потому что столько грузов иногда потеряешь. Какой бюджет? Ну кто его считает? В зависимости от того, как ты будешь часто отрывать. Ты можешь ездить по местам, где нет зацепов и ни хрена не ловить. Ну подожди, ну в среднем, ну 500 рублей тысяча с бензином. Блин, куда ты смотри, поедешься. Рыбалка рыбалкой, обед по расписанию. Дорогие друзья. Андрею я показал уже лисбургер свой. Ой, вообще чудно. Пираз такой вообще. Короче, сейчас будем менять муху, потому что не клюет. И вот выбираем из того, что есть. Немного. Но надо найти нам. То есть это немного считается? Да, это вообще ни о чем. Это так, начинающие просто. А, так надо желтую ставить. Сразу, сразу будет. Да, и конечно. Если Саня лист на... Я тоже про такой слышал. На лодке, значит желтую. Ну говорят, что вот эта желтая, она называется сопля. И она хорошо ловится, когда солнце уже начинает пригревать, ручейки бежали теплые. Вот тогда Хариус клюет, пока он не клевал. Ну сейчас проверим. Надеюсь, это ты меня сейчас не оскорбил. Вот такая вот она становится. Вот Андрюха меня угощает своей колбаской, салом и у него здесь шоколадки. Все вместе. Казахстан. Здравствуйте, Жан. Ну, к сожалению, я Лисбурген не заснял. У Андрея на канале. Можно его будет увидеть. Попробовать. Попробовать, да. Это прям рецепт секретный, скажу вам сразу. Никому не рассказывайте, пожалуйста. Андрей у меня как сенсей. Он рассказывает мне всякие, всякие тонкости, секреты Ютуба, потому что у него очень много подписчиков. Можете пройти посмотреть. Прям до хрена я бы сказал. У нас основная тема всегда, что он мне говорит, Саня, вот люди вот это твое Паша Агали не очень воспринимают. И твои выходки на снегоходах, вот эти вылазки, мажорские, тоже людям не нравятся. Конечно, народ же попроще. Да, это что, народ попроще. Хотя вот смотришь всяких идиотов на Ютубе. С одной стороны, вроде, надо быть собой, с одной стороны, надо быть собой, а в другое время ты понимаешь, что надо быть более народным. Потому что ты как бы показываешь для народа то, что адаптироваться под запросы, то есть спроса рождает предложение и наоборот. Поэтому тут надо как-то найти что-то, чтобы тебе было комфортно быть с собой. С собой, да. И чтобы народ видел в тебе что-то такое интересное и смотрел. Поехали. Пошагали. А сейчас мы смотрим, вернее, сейчас Андрей ищет место, смотрит в охолот, где ест рыба. Потому что после того хорюска маленького мы больше ничего, к сожалению, не ловили. Вы хотели экшен. Вы его получили. Опасные ребята. Ну, они в масках. Это положительно. Здравствуйте. Инспекция по молодежным судам. Старший инспектор из всего. Здравствуйте. Представьте документы для проверки, пожалуйста. Что там, как коронавирус на воде? Сейчас вам объяснить сотрудник по лесу. Ага. С линейкой в руках, который? С линейкой в руках. С вами пообщается сотрудник полиции. Вообще, вы слышите, что он запрещен на месте рыбачки? Нет. Вот у причалов запрещено на подходах к причале. Статья правил плавания 199. Смотрите, вот в интернете есть правила плавания. Участники какие-то бабки зарабатывают. Причал – это место, где причаливают корабли. Вы создаете помех когда-нибудь подходить к причалу. Правила плавания. Значит, от 2018 года, от января месяца, номер 19, статья 191. Я сейчас проверю документы, с вами сотрудник полиции пообщается. Здравствуйте. Здравствуйте. Транспортная полиция, старший отнимание. Здесь рыбачки еще по правилам рыболовства тоже запрещены. Где включай на стены? Что еще? Напротив печальной стены рыбачки запрещены. Ну, нам рассказали, да. По самоизоляции. Попросила граждан находиться дома, не осуществлять рыбалку, не жарить шашлычки и тому подобное. Сделали изменения в административном кодексе, статья 6.3. Можете почитать гарантию, уже выпущенную специально опубликованные изменения. Кто нарушает самоизоляцию, выносится штраф от 1000 до 3. Первое, повторно от 15 до 40 тысяч рублей. Можно предупреждение? Да, в момент я вас предупреждаю. Понятно. Мы вчера прочитали, что на даче можно выезжать. Как на дачу выходить? Вы сейчас же не на даче находитесь. Мы никого не заражаем. У вас есть объяснительная? Вы читали какие документы? У меня есть. Паспорт есть у вас? Есть объяснительный? Пописните, что у вас указано? Куда я еду? Куда я поехал? Что я сделал? Он на даче же поехал. Ну да. Вы сейчас не на даче находитесь? Ну нет. Ну нет. Врать не будем, не на даче. Так у нас же предупреждение, мы закончили все. Хорошо, значит, на первый раз вам устное предупреждение. Пожалуйста, отсюда уйдите, здесь место запрещено. В следующий раз я выписываю штраф. Все, спасибо. За это нарушение, значит, предусмотрено предупреждение. Штраф от 500 до 1000 рублей, либо лишение права управления от 6 месяцев до 6 месяцев. Понятно, да? Получается, в любом месте, где корабль свартуется, там нельзя вообще... Ну, я не знаю, но здесь явно же видно. Неужели не видно, что причал? Ну, а причал он от скольки? Вот ширина реки, не знаю, 200 метров? На подходе к причалу. А подход сколько? Причал. Сколько метров? Судового хода до судового хода. На судовом ходу тоже запрещено. То есть, от судового хода, вот здесь вот, где причал, здесь везде... А, мы считаем, что только на скорости здесь можно проходить. Да, проходить можно. А, рыбачить? Рыбачить нельзя, и якорь бросать нельзя. А, все ясно. Все, всего доброго. Друзья, ну вот такой круговорот в нашем мире. Мы искали рыбу, а они искали нас. Мы рыбу не нашли. Ну, а то, что сделали они с нами, вы видели ранее. В общем, на этом рыбалка наша, к сожалению, закончилась. Помните, да? Маленького одного хорюска я все-таки поймал. А вот специалист Андрюха никого не поймал, к сожалению. Это рыбалка. Мы ездим не за рыбой, а за удовольствием. За эмоциями. С такими эмоциями что-то... Изолируемся, в общем, теперь. Изолируемся. Все, теперь собираемся и пошагаем. Кто куда. Конечно же, домой. В изолятор. Ребят, ну а по конкурсу проплаты Бутарана, я проведу его 100%, все нормально. Единственное, ну сейчас с этим карантином, честно скажу, настроения вообще никакого нету. Непонятно ничего. Будет, не будет. Сколько мы просидим в нем? Что будет дальше? Сейчас уже и по городу перемещаться нельзя. Ну, вы все видели сами по рыбалке. Поэтому давайте на связи. Думаю, в апреле посмотрим, как там сейчас будет эта обстановка и все сделаем. Я обязательно все свои обещания выполню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Stay Stream.